У нас проект «Экология» отражает те поручения, которые дал президент в своем указе, в майском указе. И, конечно, прежде всего речь идет о сохранении экологической ситуации в стране, повышении эффективности использования природных ресурсов, и охота, охотничий туризм, природоориентированный туризм. Надо понимать, что это все-таки такая отрасль смежная, которая объединяет в себе и вопросы природопользования, и вопросы развития инфраструктуры, и много чего. Поэтому отразить отдельно в том или ином национальном проекте вопросы развития природоориентированного туризма, ну, наверное, это неправильно. Но это не означает, что эта тема не стоит на повестке и государственного дома, и правительства, и что такие виды туризма не надо развивать. Мы очень внимательно обсудили этот вопрос на круглом столе, который недавно проходил в рамках деятельности нашего комитета. Мы видим колоссальные возможности, которые есть у регионов с точки зрения развития и национальных парков, и особо охраняемых природных территорий, с точки зрения развития таких видов туризма, как охота, рыбалка, просто наблюдение за природой. И те возможности, которые сейчас есть, они, к сожалению, не в полной мере используются. И вот тот диалог, который мы начали и с участниками рынка, и с правительством, я надеюсь, что в самое ближайшее время все-таки приведет к реальным решениям. И первые из них, они сейчас уже готовятся в виде поправок в законодательство об охоте, и в конце концов в законопроекте, который мы готовим ко второму чтению, это законопроект о любительском рыболовстве. К сожалению, индустрия охоты, вот эта вот отрасль охотно-хозяйственная, она у нас в стране находится в таком серьезном упадке. И речь идет и об устаревшем законодательстве, и о отсутствии инфраструктуры и каких-то стратегических решений. Очень важно, что сейчас Министерство природных ресурсов очень активно обсуждает эту тему. Уже создана соответствующая рабочая группа, готовятся изменения в законодательство. На мой взгляд, сейчас, на этом этапе, охота, она должна неразрывно рассматриваться вместе с проблемами управления лесами, вместе с вопросами, связанными с повышением эффективности природопользования. У нас в настоящий момент 80% охотничьих угодий находятся на территории лесов. И поэтому рассматривать развитие охотно-хозяйственной отрасли мы не можем в отрыве от темы повышения эффективности использования лесных богатств. Мы обсуждали не раз эти вопросы в рамках национального лесного форума, который прошел под эгидой Государственной Думы в этом году в пяти федеральных округах. Эта же тема обсуждалась на больших парламентских слушаниях, которые проходили в зале пленарных заседаний Государственной Думы. На мой взгляд, мы, допустим, такую серьезную ошибку, если сейчас будем рассматривать охоту, вот это вот направление в отрыве от каких-либо иных вопросов, связанных с природопользованием. Дело в том, что охота – это не сельское хозяйство, охота – не отдельно взятый туризм. Охота – это огромный комплекс вопросов, но основная тема, которая здесь должна подниматься, это эффективное использование наших природных богатств. В данном конкретном случае это эффективное использование охотничьих ресурсов, той самой дичи, той самой животного мира того самого, который находится в видении и Министерства природных ресурсов, и соответствующих профильных агентств. Надо сказать, что тема принадлежности охоты к тем или иным отраслям, она уже поднимается не один раз, и, в общем-то, каждый раз такие перемены не приводили ни к чему хорошему. Мне кажется, что сейчас важно сосредоточиться на том, чтобы разработать сейчас стратегию развития, не просто отдельно взятого направления развития охотничьего хозяйства, а именно комплексного освоения, эффективного освоения природных ресурсов. Много сейчас споров идет относительно структуры, которая сейчас сложилась в Министерстве природных ресурсов. Дело в том, что до недавнего времени в структуре Министерства природных ресурсов действовал соответствующий профильный департамент. Сейчас этот департамент объединен с департаментом, который занимается лесами, и это вызывает определенные вопросы и у охотничьего сообщества, и у сообщества тех людей, которые занимаются охотхозяйством. Дело в том, что за последние годы департамент, профильный департамент, он действовал исключительно неэффективно. И ситуация, которая сегодня существует и с законодательством запущенным, и с запущенным портфелем нормативно-правовых актов, это, к сожалению, деятельность вот того самого профильного департамента, который, на мой взгляд, был достаточно мудро сейчас упразднен и объединен с департаментом, который занимается вопросами лесов. На самом деле, если посмотреть историю работы всего этого направления, то профильный департамент, который занимался охотой в Министерстве природных ресурсов, за все время своего существования внес только один небольшой законопроект по охоте и несколько нормативно-правовых актов. При этом надо констатировать, что современное законодательство об охоте отстало очень серьезно. У нас нет элементарных понятий, которые должны быть в законодательстве. Это такие, как, например, вольерная охота. Это вопросы, связанные с регулированием деятельности по контролю за численностью охотничьих ресурсов и многое другое. Вот сейчас, после того, как департаменты были объединены, мы видим достаточно серьезную активность со стороны Министерства природных ресурсов. Мы видим, что сейчас уже создана рабочая группа. Мы вместе с Министерством готовим целый ряд предложений, которые в самое ближайшее время будут внесены в Государственную Думу. Важно, что структура, которая сейчас сложилась в Министерстве природных ресурсов, она отвечает требованиям времени. Да, у нас в свое время, в советские времена, была отдельная организация, отдельное ведомство, которое занималось развитием охотничьего хозяйства. После этого прошло достаточно много времени, и мы видим, что сейчас нам крайне важно комплексно рассматривать вопросы, связанные с использованием природных ресурсов, и охотничьих ресурсов, и лесных ресурсов. И вот на этом этапе очень важно, чтобы все эти вопросы рассматривались вместе. Если нам удастся через какое-то время достигнуть тех желаемых показателей развития охотничьего хозяйства в стране, о которой мы обсуждаем, то, может быть, потребуется на новом этапе какая-то иная структура. На сегодняшний день исключительно важно, это комплексно, я повторюсь, развитие всего хозяйства, связанного с лесом, с охотничьими ресурсами. Законопроект о сборе и переработке дикоросов, он должен быть в самые ближайшие дни принят в Государственной Думе, и сейчас мы уже видим, что достаточно большое количество и людей, и предпринимателей заинтересованы и видят для себя перспективы, дополнительные перспективы после принятия соответствующих изменений в законодательстве. Одной из таких вот заинтересованных групп являются фермеры, которые исторически сложилось так, они занимаются не только непосредственно выращиванием сельхозкультур, но и на своей базе организуют перерабатывающие производства. И для фермеров возможность появления большого количества за год контор, возможность появления большого количества такого дикорастущего сырья – это новые возможности для их перерабатывающих производств, для их взаимоотношений и с торговыми сетями, и с оптовыми покупателями их продукции. Я вижу, что сейчас, когда мы обсуждаем этот законопроект, появляются предложения по включению в перечень тех структур, которые могут открывать за год контор не только потребительские кооперативы, но и сельхозкооперативы. Мы будем это, несомненно, обсуждать, но очень важно, что для фермерского хозяйства это новые возможности, это новые пути развития, это в том числе возможности поддержки местного населения, что всегда очень важно, особенно если мы говорим о дальних регионах.